добрый день дорогие друзья всем огромный салам алейкум из бескрайнего казахстана давайте вместе с вами рассмотрим вот такой довольно таки интересный надеюсь что для вас он будет интересный для меня это типичный случай когда привозят батарейки вот в таком состоянии и как я выбираю как я подбираю вернее алгоритм работы вот именно с такими батареями ну давайте все начнем все по порядку значит батарея дата выпуск 22 день 18 года то есть 22 января можно будет этой батарейки справлять день рождения отмечать и 6 лет проблема проблема в чем почему мне ее привезли батарейка стоит на мтз-80 батарейку купили вместе с трактором три года тому назад и в течение трех лет батарейка не обслуживалась ну то есть подливали водичку и больше абсолютно ничего с этой батареей не делали значит параметры в принципе вот такие крутящие привезли с жалобой на том что батарея через раз крутит но с такими показателями эта батарея должна крутить мтз мтз вский мотор на ура и поэтому договорились с клиентами что они снимут стартер и будут делать ревизию стартера но давайте попробуем улучшить показатели этой батареи почему я взялся за эту работу принципе батарейка это не новая старая и с таким сроком и при таких параметрах как правило ну батарейки мало поддаются улучшению параметров ну в данный но не в этом случае сейчас попробую объяснить почему именно я решил с ней позаниматься давайте попробуем включить вспышку и заглянуть внутрь значит при осмотре пластин я обнаружил следующее вот вот эти две крайние банки они абсолютно не сульфатированные абсолютно без сульфатов наверное придется включить зонт и более наглядно вам показать вот эти четыре банки эти четыре банки они имеют ярко выраженный сульфат на пластинах это я определил самом начале обычно я рассматриваю в каком состоянии у нас пластины и при первоначальном осмотре уже было понятно что что-то здесь не так но это же подтверждает и карта плотности значит первая шестая баночка у нас с минимальным с минимальной плотностью но с чистыми пластинами значит и пластины работали остальные четыре банки у нас толком не работали так как завышенная плотность банках естественно сульфатом растворяться негде концентрация электролита такая что просто сульфат растворить негде некуда вернее поэтому план действий такой значит сейчас буду делать отбор с этих не четырех а пяти банок где 126 также отберу электролит и корректив сделаю корректировочку водой после этого мы займемся с ней работкой так ну давайте сделаем замер чтобы это было более наглядно и более правдоподобно так давайте сделаем замеры сравним с показателями что мы видели обычная 1250 ампер заявил производитель ох ты так то показатели в принципе примерно такие же так было 32 стола 33 708 725 1261 на 0 c 1260 было и сопротивление 380 здесь 393 90 на бельщике в принципе то же самое показатели мы запомнили а теперь приступим к корректировке электролита отбирать буду по 100 миллилитров с этих банок так с 3 отберу вернее с 3 обе отбираю по 100 с 4 100 40 и с 6 6 баночки отберу 60 миллилитров и скорректирую в водичкой временно отключили свет такое бывает на гаражах когда производят ремонт и работы так значит произвел заливку воды получилось немножко по-другому здесь был уровень в опережающей банке чуть меньше чем в остальных поэтому отобрал также 100 было отобрана не со 40 а 120 миллилитров но было сразу дали то 140 миллилитров воды в эти банки по 100 здесь 60 и кроме этого во все банки включая и первую было дали то по 30 миллилитров добавил еще водички для того чтобы вывести необходимый уровень батареи так сейчас пока не цвета закинули в зарядный бокс и как только подключат свет сделаем следующее подключение нашей запись работать с нашим барсом будем на клоне так давайте на забьем настройки основной заряд 14 8 9 ампер пойдет так заряд 300 часов пойдет так и до заряд 16 вольт также 16 вольт но на пару часов давайте на 4 часа время концу работы я думаю что до завтра он будет еще работать у нас в основном заряди так подключаем клемму но все выпил поехал выхватить нашего барсов какой выпил кулон вот с такими настройками 9 ампер легко барс наш берет мы посмотрим на результат уже утром чего он отдал и что там наша батарейка взяла через час 25 ток у нас упал до 4 и 7 ампер принял 9 и 6 ампер наш барс настоящий барс упитанный 190 ампер час и пора нам двигать домой завтра посмотрим что нам он навтыкал этому барсу что основной заряд у нас продлился 17 ровно 17 часов как видим пока батарейка принимает заряд напряжение 14 7 прыгает на 14 8 и топ 3 и 2 амперичка ну что вася принимаешь принимая принимая это пользительно давайте заглянем посмотрим что у нас плотностью хотя бы вот в этих двух крайних баночках и попробуем определить если перемешивание или нет ухты блять на на есть все перемешивание 29 плотность так сейчас я наверное здесь что у нас на тоже почти 129 128 точно сейчас я сделаю карту плотности подкорректирую и посмотрю возможно придется нам делать корректировку еще корректировку водичкой чтобы вытащить мы убедиться моем подозрении и вытащить лишь кислоту с этого нашего барса упитанного барс стоит на заряде уже почти сутки 23 часа 30 минут за все это время кулон поделился с ним 88 амперчиками давайте замерим чего у нас там с плотностью до температура ништяк батарейка холодная так плотность у нас 120 о 128 129 почти что все таки мы угадали мы угадали что здесь то же самое 129 почти что 128 половиной так сутки батарея простояла почти что поэтому плотность у нас в порядке будем считать что мы примерно угадали корректировку отключаем заряд вот этот ток который мы видим на клоне он может быть еще и не направлены не на заряд а чисто на преодоление вот этих на преодоление сопротивления вот этой батареи так как батарейка у нас не новая естественно в ней образовались соединение которые образуются в следствие износа батареи и и вот эти соединения как раз и потребляют этот зарядный ток вывести его на абсолютный ноль на таких батареях бывает не представляется возможным возможно мы еще не угадали плотность на вере корректировку но за сутки если бы мы не угадали за сутки было бы плотность уже гораздо выше чем нам хотелось но здесь тоже самое 129 так ролик не буду вытягивать сейчас сделала карту плотности и будем с этой батареи прощаться дадим ей отстояться отстояться дадим до завтра и завтра мы сделаем тест батареи на конвей так не звонят пока запись прекращаю итак наш толстый барс жирный барс отстоялся почти сутки плотность 129 и давайте сделаем замер тестером что у нас покажет наш товарищ кунвей так что нам дала корректировка итак так 46 процентов посоху 855 ампер пусковой ток нрc 1280 сопротивление 322 что видели в начале нашего обслуживания 32 процента посоху 708 ампер нрc 2 на 12 86 сопротивление 390 так ну прибавка незначительная но есть для мтз в принципе 855 ампер хватит за глаза с учетом возраста нашей батарейки батарейки 6 лет вот такие показатели никто не говорил что из старой батарейки мы получим новую батарейку но по крайней мере какое-то обслуживание мы с ней провели показатели улучшились и батарейка еще поработает сколько она поработает я сказать не могу так как я не пророк и ванга не предсказатель это будет все зависит зависеть от ее планов на будущее предсказывать ресурс батарея дело неблагодарное и неправильное но на этом очередное обслуживание мы провели вместе с вами я в своем ролике просто показал как это делаю я всем добра удачи здоровья и берегите свои батарейки всем пока друзья ну наша батарейка ушла в работу ушла в дальнее плавание сегодня смонтировал ролик посмотрел его и остался крайне недоволен то что в принципе тема то не была нормально раскрыта мной обещал что сделаю запись с помощью зонда чтобы показать вам пластины но по запаре не сделал этого в ролике осталась какая-то недосказанность ну по факту владелец сегодня забирал и плотность у нас опять по пюро то есть мы хули там мы я полностью не выбрал электролит который был далит сегодня я в этом лишний раз убедился что все-таки в эту батарею был далит электролит по всем банкам пробежался те 1 6 баночка у нас в отличном состоянии по 1 27 1 28 остальные банки 1 29 1 30 то есть нужно было сделать еще одну корректировку но владелец позвонил еще вчера сказал ему чтобы сегодня забрать он построил свои планы но договорились с ним что он эту батарейку еще привезет ко мне еще и с ней надо будет еще поработать в принципе для шестилетки результат нормальный обслуживание прошло без особых хлопот то есть практически в один прогон и не все коту масленица вот даже с такими показателями батареи они рабочие как многие пишут почему не сливаешь емкость но каждый слив емкости может стоить жизни этой батарейки основной показатель у нас это конечно же пусковые токи если пусковые токи присутствуют то емкость это она у нас отодвигается на второй план емкость нужна в том случае если у вас отказал генератор там или еще все прочее ну вот постоянно люди и не дают нормально с группировать ролик сбивают с мысли но друзья что получилось то получилось честно говоря не хотел этот ролик выкладывать потому что осталась какая-то недосказанность в связи с этими со всеми моими рабочими заморочками ну что получилось то получилось вот пришлось сделать такое отступление такую дописку на ваш суд друзья это моя ежедневная такая вот работа и в принципе стараюсь показать как я работаю со своими небольшими такими комментариями и вступлением выступлениями заступлениями все прочее ладно на этом вот на этом уже будем с вами говорить до свидания и обязательно берегите свои батарейки теперь всем пока 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 пока